Устойчивость государственного долга Устойчивость государственного долга стала актуальна после финансового кризиса 2007-2009 годов. Но эта проблема не является новой экономической теорией. Если в предшествующие десятилетия, в 80-е, в 90-е годы, проблема устойчивости государственного долга в основном воспринималась с развивающимися экономиками, то, начиная с середины 2000-х годов, быстрый рост государственного долга в радостных странах также стал серьезной проблемой, которой грозит общей финансовой нестабильности. Перед тем, как перейти к обсуждению, что такое устойчивость государственного долга и как макроэкономическая политика должна строиться, чтобы обеспечить эту устойчивость, необходимо сказать несколько общих слов относительно природы государственного долга, почему он возникает. Правительство, так же, как и любой агент в экономике, имеет бюджетное ограничение. Правительство не обязано в каждом периоде времени сводить доходы и расходы с нулевым балансом. Правительство может в какие-то периоды тратить больше, чем поступает в средства бюджета. При этом правительство должно как-то компенсировать возникающий бюджетный дефицит, финансировать его, и стандартный инструмент финансирования – это выпуск государственного долга. В этом смысле правительство перераспределяет ресурсы во времени. Любой экономический агент, который заимствует, по сути дела переносит ресурсы из своего будущего в свое настоящее. То же самое может делать и правительство в интересах экономики. И действительно, очень часто правительство использует государственный долг как некоторый инструмент так называемой контрциклической политики. Когда в экономике дела идут, неважно, когда в экономике рецессия, правительство может увеличить государственные расходы, сократить налоги, получить бюджетный дефицит, профинансировать его, в надежде, что в будущем, когда экономика будет развиваться быстрыми темпами, государственный долг удастся погасить. Но, с учетом того, что динамика экономики характеризуется некоторыми колебаниями, такое объяснение, почему государственный долг существует, не является в полной мере адекватным. Действительно, если бы каждый раз во время спадов государственный долг возрастал и каждый раз во время подъемов он соответствующим образом снижался, проблем бы не возникало. Но в действительности время от времени возникают эпизоды, когда государственный долг становится очень большим и возникает угроза долгового кризиса. Тем самым нужна некоторая содержательная экономическая теория, которая бы объясняла, почему в целом правительство имеет склонность сводить бюджет с дефицитом, почему существует так называемый «дефсит байс». Современные теории, которые объясняют данное соображение, относятся к разряду так называемых политэкономических теорий, то, что называется сейчас «new political economy and macroeconomics». Это, собственно говоря, не то, что принято понимать под политической экономикой в марксистском смысле. Это совершенно другое направление, которое возникло в западной экономической литературе. Есть несколько соображений политэкономического характера, почему действительно у правительства возникает склонность сводить бюджет с дефицитом. Первое соображение – это либо неполное знание относительно выгод и издержек, связанных с бюджетом и дефицитом накопления государственным долгом, или некоторый рациональный популизм. Действительно, выгоды и для политика, которой руководит правительством, и для общества от снижения налогов и от увеличения расходов, они текущие и, в принципе, очевидны. Хорошо платить меньшие налоги, и хорошо, когда государство финансирует больше общественных благ. А вот издержки, связанные с бюджетными дефицитами и с накоплением государственного долга, в этом смысле являются менее очевидными, потому что они относятся к будущему. Ну, или если политик является рациональным и воспринимает рациональным образом проблемы, связанные с накоплением государственного долга, то он может просто использовать государственный долг в целях проведения популистской политики, относя к проблемам, связанным с выплатами государственного долга в будущее. В этом смысле можно выделить две проблемы, которые объясняют такое поведение политика. Первая проблема – это стратегическое накопление долга. Такая ситуация, как правило, имеет место в странах, характеризующихся двухпартийной системой, в ситуации, когда одна партия через какое-то время сменяет другую партию. Тогда тот, кто стоит у власти, условно назовем его консерватором или республиканцем, условно назовем его Джорджем Бушем, имеет тенденцию накопить государственный долг, обеспечивая военные расходы, финансируя проекты, которые выгодны именно избирателям данной политической партии, перенося, соответственно, государственный долг своим соперникам, демократам, которые придут к власти, допустим, к следующему периоде. В ситуации, когда политическое устройство страны характеризуется многопартийностью, и многие решения, связанные с политикой, принимаются в ходе достаточно сложных переговоров, может также возникнуть ситуацию, которую называют «война на истощение» в «War of Attraction». Эта ситуация связана с тем, что партиям сложно договориться относительно хода экономических реформ, в том числе и реформ, связанных с фискальной консолидацией, сокращением государственного долга. Ведь в зависимости от того, какие конкретно налоги будут увеличены, кто их будет платить, какие конкретно расходы будут сокращены, кто от этого пострадает, зависят политические выгоды или издержки тех или иных партий. И в ситуации, когда им сложно договориться, процесс переговоров затягивается, и в итоге правительство продолжает на протяжении длительных периодов времени сводить бюджет с достаточно большим дефицитом, и, как следствие, государственный долг накапливается достаточно высокими темпами. Итак, что понимается под устойчивостью государственного долга? Государственный долг считается устойчивым, если его текущее значение обеспечено дисконтированной суммой будущих излишков или профицитов бюджета. Действительно, в такой ситуации правительство не играет с инвесторами в так называемые «игры понсы» или не строит финансовых пирамид. «Игры понсы» — термин, который появился в каком-то смысле в честь финансового дельца Чарльза Понсы, который в начале 20-го столетия устроил финансовую пирамиду наподобие той, что у нас устроил Сергей Мавроди. Действительно, когда мы говорим про любой долг, частный долг или государственный долг, он должен быть чем-то обеспечен. Когда инвестор покупает облигации какой-то корпорации, он покупает их в ожидании будущих прибыли корпорации, из которых она сможет обслуживать долг. Если мы даем долг соседу, мы задумываемся над вопросом, как он будет зарабатывать деньги, чтобы с нами расплатиться. Также инвесторы должны отдавать себе отчет в том, что правительство может погашать долг, сводя бюджет с профицитом или с излишком. И таким образом дисконтированная сумма будущих профицитов бюджета должна являться адекватным обеспечением для государственного долга. И в этом смысле принципиально важный вопрос, как будет строиться фискальная политика в будущем, что инвесторы относительно этого ожидают. Это достаточно непростой вопрос, потому что мы говорим про ожидания относительно будущего. И в этом смысле устойчивость государственного долга – это оценка, это реакция инвесторов на финансовом рынке, которые ожидают те или иные действия от правительства в будущем. И поэтому, если мы видим, что в настоящий момент времени инвесторы готовы покупать, допустим, облигации американского правительства, японского правительства или, может быть, даже правительства Греции, то это означает, что инвесторы ожидают определенных будущих излишков и способности расплачиваться по государственному долгу в будущем. При этом также важное значение играет то, как между собой соотносится рост государственного долга и рост экономики. Экономика растет, и поэтому, естественно, устойчивость государственного долга должна определяться не в терминах самого объема государственного долга, а как отношение государственного долга к валу внутреннему продукту, к доходу в экономике. Если государственный долг растет, но если экономика растет еще быстрее, то проблемы с государственным долгом нет. Рост государственного долга обусловлен нормой доходности, ставкой процентов по государственным облигациям. Экономика тоже может расти с некоторым темпом. Поэтому крайне важно, как между собой соотносится ставка процента и темп экономического роста. История, в том числе развитых стран, знала примеры государственного долга, который по своим масштабам был сопоставим с тем, который появился после финансового кризиса 2007-2009 года. Государственный долг Семеновича от Америки после Второй мировой войны также превышал 100% ВВП. Более того, наиболее яркий пример, государственный долг Великобритании в три раза превышал годового ВВП. В принципе, на первый взгляд, может показаться, что это уже катастрофа. Но казначейство Ее Величества не объявляло дефолта, так же, как и дефолт не объявляло правительство США. Действительно, в послевоенный период развитые страны росли достаточно высокими темпами. Это был период бэби-бума, хорошей демографии и высоких темпов экономического роста, низкой безработицы. В то же время, Центральным банкам, Федеральной зерной системе, Банку Англии и другим банкам удавалось поддерживать ставки процентов на достаточно низком уровне, что делало обслуживание долга достаточно несложным для государственного бюджета. В итоге, к 80-м годам объем государственного долга в этих странах был существенным образом снижен. Когда государственный долг достигает достаточно высоких значений в долях от ВВП, крайне важно, чтобы фискальная политика начала на это реагировать. И очень многие современные оценки устойчивости к государственному долгу, такие оценки появились в середине 90-х годов, и в принципе сейчас, в 2000-х, в последние годы 2013-2014, появились некоторые новые методы, как строятся соответствующие оценки. Оценки, как правило, построены как некоторая функция, оценивающая влияние государственного, зависимость государственного долга от величины бюджетных излишков. Реагирует ли фискальная политика большими бюджетными излишками на накопленный государственный долг? Кроме того, важные оценки, связанные с тем, является государственный долг устойчивым или нет, это оценки, которые связаны с той величиной бюджетных излишков, которые в принципе можно достичь. Если государственный долг должен обеспечиваться будущими бюджетными излишками, то нужно понимать следующую важную вещь. Правительство не может достичь сколько угодно высоких бюджетных излишков. Бюджетные излишки имеют ограничения сверху, что обусловлено нехитрыми экономическими соображениями. Экономика не резиновая, из-за нее невозможно выкачать сколько угодно много налогов. Есть в экономической теории такая простая конструкция, кривая лафера, которая показывает, что зависимость налоговых сборов от налоговой ставки нелинейна и имеет некоторый максимум. Большинство налогов являются искажающими, поэтому рост налоговой ставки неизбежно будет связан со снижением налоговой базы. Оценки, которые были получены в 2010-2013 годах относительно кривой лафера в США, в Европе, показывают, что в принципе эти экономики находятся уже достаточно близко от максимума кривой лафера. Прежде всего это относится к Европейскому Союзу. С другой стороны, правительство также не может достаточно резко ограничить величину государственных расходов. Формально в принципе эта величина не может быть отрицательной, но в условиях неблагоприятных демографических трендов последних десятилетий, начиная с 80-х годов, правительство сталкивается с некоторой проблемой финансирования, пенсии, медицинского обеспечения для стареющего населения, и эти социальные расходы также достаточно сложно уменьшить. Это означает, что действительно многие разные страны уже подошли к некоторым пределам сокращения бюджетных дефицитов или достижения бюджетных излишков, что действительно ставит и государственный долг под угрозу потенциальной неустойчивости. И в итоге, какой компромисс возникает в данном вопросе? Если правительство может обеспечить устойчивость государственного долга экономическими средствами, то возникает соображение, готово ли правительство к этому по политическим соображениям. Действительно, сокращение расходов и увеличение налогов – это непопулярная мера. И многие раностые страны, к сожалению, оказываются не готовы это делать. Яркий пример кризиса государственного долга в Греции в 2010-2011 годах показал, что греческое население не готово к этому. Так же, как и не готово население Соединенных Шватт-Америки, которые в каком-то смысле перестали уже себя воспринимать, возможно, как налогоплательщики, в развивающихся странах проблема неустойчивости государственного долга часто решалась двумя способами. Либо посредством дефолта, или некоторой реструктуризации, которая, по сути, также означает некий технический дефолт, либо посредством инфляции, гиперинфляции, высокой инфляции, которая в некотором смысле съедает реальную стоимость государственного долга и тем самым устраняет проблему. Но мы понимаем, что для развитых стран, для США, для Европы, для Японии, данные методы решения проблемы государственного долга являются неприемлемыми. Соединенные Штаты Америки и Европы не готовы пойти на дефолт, потому что это будет означать не только серьезный глобальный финансовый коллапс, но и потерю репутации, что дорогого стоит. Также эти страны в последние годы заняты инфляционным таргетированием. Так или иначе, центральные банки ставят перед собой цель по инфляции. И по этой причине они также, наверное, будут не готовы решать проблему государственного долга посредством инфляции. Но это очень интересный вопрос. Последние исследования действительно сдаются целью понять, может ли правительство разных стран выйти из проблемы государственного долга как-то не используя дефолта или инфляцию. Продолжение следует...